всем привет меня зовут александра и добро пожаловать на мой цветочный канал сегодня мы вместе с вами встретились уже по традиции под моей монстерой за моим столом чтобы что правильно чтобы пересаживать растение и болтать обо всем на свете сегодня мы будем пересаживать вот такую прекрасную аллоказию пинг пассиан она появилась у меня недавно но уже отстояла двухнедельный карантин я вижу что с ней все хорошо и я очень хочу пересадить потому что она сидит в торфе мне такое не нравится на столе у меня вы видите кучу всего на самом деле это все здесь лежит не просто так вместе с вами мы сейчас будем смешивать грунт для аллоказий все мои аллоказии растут в таком грунте который я покажу вам прямо сейчас и они все себя чувствуют прекрасно вы можете на канале посмотреть обзор моих аллоказий и увидите что они все растут все крупные все большие значит я делаю вывод что им все нравится так давайте постепенно избавляться от кучи всего на моем столе для этого я возьму вот такой контейнер в нем уже немножко намешан грунт строжных моих посадок но его здесь очень мало я буду домешивать сюда же дальше я одену свои любимые перчатки знаете о чем я подумала что можно не просто так снимать видосы и болтать о том что в голову придет а общаться на какую-то полезную тему и мне пришла такая идея в голову что раз сегодня я пересаживаю аллоказию значит сегодня будем обсуждать аллоказии вот такая я немножко логичная как всегда перчатки не одеваются тоже традиция на это видео невозможность перчаток но я близко к успеху вот сегодня мы будем говорить про аллоказии что это такие за звери откуда взялись как я за ними ухаживаю почему я делаю акцент на том что как я за ними ухожу потому что я знаю кучу людей которые ухаживают по-разному и у всех растут у кого-то хуже у кого-то лучше и плюс у всех разный климат поэтому сегодня я буду рассказывать о том как ухаживаю за ними я перчатки одеты правильно сказала одеты или надеты одеты все правильно и сейчас мы с вами возьмем такой вот наверное средний совочек обожаю свои совочки кто не знает они с фикс прайса и я буду насыпать компоненты сюда и рассказывать вам что это вообще за компоненты первый компонент собственно на базе которого все будет строиться это конечно же торт у меня это верховой торт вы видели в начале видео у меня обычный верховой торт из магазина какой нашла такой был он меня устраивает у меня в нем растут уже несколько растений в целом все неплохо поэтому добавляю торфа торфа будет наверное примерно столько же сколько всех компонентов я потом поближе вам покажу какой должен быть грунт в результате ну такой будет рыхленький приятный сейчас все вместе в общем итак мы добавляем торф делаем грунт рыхлым чтобы он хорошо пропускал воду зачем дабы корни растений не загнили но при этом растение не любит когда он пересыхает многие вообще наверное большая часть аллоказии очень остро реагирует на проблемы с поливом то есть например вы ее залили будут желтые пятна вы ее не полили может от сушеписти начнет тоже желтых 5 то есть должна быть мера такая прям хорошая мера дабы контролировать вообще аллоказии я не могу сказать что это самое сложное растение в моей коллекции но и не самое легкое не так чтобы это прям было знаете вот вы посадили прям мучаетесь ну нет я не могу так сказать хотя я знаю много людей которые говорят что аллоказии это безумно сложно они капризны они готовы там умереть чуть что ну нет нет вот у меня растут у меня семь или восемь штук в коллекции и они все растут у всех все хорошо дальше дальше я добавляю речной песок добавляю на глаз наверное он меня достаточно крупный я тут еще купила песок на балл пересе какой-то новый я найду ножницы открою посмотрю что там вообще за песок может быть если он какой-то интересненький мы его добавим а я уже отсюда вижу он очень мелкий наверное для аллоказии я такой мелкий добавлять не буду но в конце по консистенции посмотрю если мне понравится то что у меня получается то может добавлю может не добавлю короче буду смотреть по авторитетам дальше дальше я добавляю уголь уголь это наш природный антисептик не стоит добавлять уголь который продают для мангалов объясню почему потому что он обработан специальным методом способом не знаю как хотите а в общем то с ним растением будет не очень хорошо это не только мое личное мнение я читала на эту тему информацию поэтому вот делюсь с вами тем чем знаю что лучше покупать вот уголь древесный для растений продается где угодно wildberries озон леруа мерлен магазины для цветов все продается все можно купить каких-то заоблачных компонентов здесь сегодня не будет все вот пешей доступности а дальше дальше я добавлю сейчас сюда компонент который я убрала а именно это у нас и чудо она у меня в таком пакете потому что я ее ранее использовала для каких-то растений ну если бы дабы не выкидывать оставила растет ли чуза будет классным разрыхлителем если у вас нет ли чузы можно добавить циолит продается на вам пересея как грунт для кактусов грунт для бонсаев тоже будет неплохо но у меня есть ли чуза поэтому почему бы не добавить ли чузы модный нынче грунт всем не возражают знаете вы когда смотрите видосы думаете что ли чуза это такой классный грунт и в нем все растет а я вижу такие видосы нет сейчас расскажу почему собственно почему потому что нужно учитывать не только то что это вот знаете грунт который ты посадила все у тебя растет любой минеральный грунт не обязательно ли чуза сейчас есть фирма называется циолит суть в том что все равно нужно подкармливать нужно контролировать полив нужно контролировать влажность нужно контролировать освещение короче без набора факторов определенных о которых мы поговорим дальше на примере аллоказии будет трудно вырастить что-то годное ну давайте посмотрим празднуем а то я еще чуть подцеплю вы не думаете что тут много прямо насыпаю нет немного сейчас когда я вам покажу вблизи вы поймете что лечут здесь не так уж и много и последний компонент который я буду добавлять непосредственно в грунт это кора я специально купила мелкую это кора фракции 7 19 миллиметров еще и даже не использовала закрытая почему мелкая потому что у меня здесь лежала крупная раньше в грунте который меня было до этого мне не очень нравилось это неудобно в плане посадки с растением вообще все равно а в плане посадки мне неудобно ну потому что эти куски их нужно как-то перемешивать грунтом короче такое себе я предпочитаю чтобы она была мелкая ломать не всегда получается потому что некоторая кора настолько твердая настолько дубовая что сломать ее вы быстрее пальцы сломаете чем ее а у меня был опыт когда я короче молотком разбивала кору и даже так не всю взял вот так выглядит грунт вблизи такая смесь из достаточно рыхлого достаточно приятного грунта перейдем собственно непосредственно к нашей красотке как я уже говорил у меня это аллаказия pink passion тут отрежу лист которая сбрасывает потому что стрессует давайте вообще поговорим про аллаказии аллаказии это дамочки из тропиков и субтропиков растут в азии немножко там африка но в основном это азия кстати азиата очень любят сейчас я смотрю делать всякие варигатный вариант варигатный ой боже короче азиат очень любят делать варигатные растений очень много вот собственно аллаказии сейчас появилась варигатная я купила для нее вот такой горшочек кажется большеват но мы сейчас достанем и вообще посмотрим что там с корнями если правда большеват я пойду возьму что-нибудь поменьше но что-то мне подсказывает что должно быть нормально как всегда на дно я добавляю дренаж так я уже ранее говорил что аллаказии не любят когда у них мокрые корни вот этого к лужа они очень боятся перелива для дренаж я добавляю прям хорошо там такой нормальный слой дальше я чуть-чуть насыплю грунта который мы только что с вами смешали буквально вот сверху потом буду как обычно подсыпать что еще буду добавлять еще буду добавлять осмокот у меня мои прошлые растения прошлые аллаказии растут с ционом мне нравится не знаю насколько круто он там прям работает но вроде растут вроде чувствуете неплохо поэтому сон или нет потому что у меня не зашел в плане формата а вот смогут я сейчас тестирую очень активно поэтому будет осмокот как всегда достаю снизу свое любимое ведро надеюсь ваш тоже сейчас мы будем вынимать аллаказию и смотреть что там у нее в руки у меня здесь подвязаны на город уже я подвязала потому что сейчас я сниму все поймете листья тяжелые листья падают поэтому опора будет и у нового растения что еще можно сказать про аллаказии аллаказии это семейство родные к ним же относится у нас что у нас относится король на они поле ого ого сейчас я вам покажу я сейчас я стряхну чтобы меня не посыпалась и покажу вы посмотрите вы посмотрите какие корни так вот что еще относится к родным а с поди филом относится к родным если вдруг кто не знал на удивление мужское я просто там стоит антуриум называется мужское счастье антуриум и относится к родным я так чуть-чуть землю стряхаю замиокулькасы относятся к родным я просто так на память вспоминаю кто у нас еще наверное наверное из того что дома обычно растет все но это я к чему собственно говорю очень потому что за ними со всеми примерно один и тот же уход примерно одна и та же почва так я вижу здесь деток но вынимать не буду потому что они не очень хорошие как я это определила все просто они блин сухие а еще мне не нравится что здесь сухие корни при том что я ее очень хорошо поливала возможно дело как раз в грунте буду сажать в хороший грунт и в нем уже ей будет точно получше да такие корни и оклевшие весь и горшок очень хорошо что я выбрала горшок побольше я переживала что он будет большим нет не будет это я точно вижу убираем грязь опору пока убираю и сейчас буду просто засыпать то есть вот такая вот лайтовая перевалочка почему так а не хочу чтобы растение сильно стрессовала я отряхнула по максимуму то что можно было отряхнуть плане грунта на самом деле там и вы уже считаете не осталось потому что очень много но вы видели сколько там корней параллельно сюда подсыпаясь ну вот что хочу сказать о уходу уход для меня прост для кого-то не просто во-первых каждый день опрыскиваем да алаказе это цветок который любит влажность а следовательно влажность стоит поддерживать вокруг него не можете поставить увлажнитель хотя бы опрыскивать раз в день ну это такой вот мой совет для вас дальше полив поливаем мы никогда она уже совсем засохла а вот вы пальчик засовываете когда примерно пол горшка просохла пора поливать не заливать это самое важное не создавать болото у корней я повторяю сегодня тоже наверное пятый раз но это правда важно это очень важно если вы не хотите чтобы ваше растение там испортилась не заливаем освещение освещение это у нас рассеянный солнечный свет никакой темноты никаких прямых солнечных лучей рассеянно рассеянно аккуратненько зимой зимой желательно досветка я досвечиваю свои локации потому что все-таки ребята приехали к нам из теплых стран как я уже говорила ранее и у них там нет такой суровой зимы как у нас ну вот у меня в Воронеже например ну вообще в России поэтому я считаю что досветка это важно можно досвечивать не фито лампами если вы посмотрите у некоторых растут под обычным электрическим светом очень удобно те кто работают дома очень просто великолепный лайфхак вы ее ставите в комнату где вы работаете а так сейчас зима и будет темно вы будете автоматически включать свет и так как вы будете автоматически включать свет ваша авоказия если вы захотите завести будет ну на такой досветке можно так сказать зимой все очень просто я ее тут немножко примотала так постучать вот вы видели сколько я грунта намешала и он у меня практически весь уже ушел вот так вот легко и не принуждено так сказать я сверху чуть-чуть хочу подсыпать мне кажется она высоковато ну не то что высоковато просто здесь ну мне хочется сегодня какая-то у нас с вами пересадка где я не выдаю много шуток но зато я считаю что я поделилась достаточно полезной информацией на тему вообще что любят что не любят а в оказии как за ними ухаживать мне кажется что вам это будет полезнее чем когда я рассказываю что я хочу есть я думаю что пересадка окончена а вот такая у нас получилась небольшая пересадка надеюсь вам было это видео полезно а я постаралась рассказать в таком сжатом формате все что про аллоказии знаю я поэтому мне будет очень приятно если вы поставите лайки подпишитесь на канал и напишите комментарии и мы с вами обязательно встретимся уже в следующих видео